Эта история произошла несколько лет назад с местным стариком по имени Тарас. Он всю жизнь прожил в лесу, жена умерла много лет назад, а дети давно выросли и разъехались по разным городам. Они периодически навещали старика, но это был редкий случай. Тарасу не было скучно в лесу, ведь у него было много занятий. Летом он ходил в лес за грибами и ягодами, проводил много времени на рыбалке, ведь рыбы в местной реке было достаточно. Старик любил сидеть на камне возле реки и слушать шум природы. Зимой он заготавливал дрова, расчищал свою территорию от снега, а также ходил на зимнюю рыбалку. Дети звали его переехать в город поближе к ним. Они даже предлагали купить старику квартиру, чтобы он там доживал свои годы. Но старик отказался, ведь для него нет ничего роднее домика в лесу. И вот однажды, когда старик отправился на свою привычную ежедневную прогулку, он услышал тихий плач. Удивленный старик последовал за звуками и обнаружил маленького волчонка, запутанного в колючую проволоку. Волчонок был ранен, и его глаза выражали страх и боль. Тарас понял, что без его помощи волчонку не выжить. Он аккуратно поднял малыша, осторожно освободил лапы и обмотал раны, чтобы предотвратить инфекцию и остановить кровотечение. Затем старик обернул волчонка в свою теплую куртку и понес его домой. В течение следующих нескольких недель старик заботился о маленьком хищнике. Он кормил его, обрабатывал раны специальным кремом, который помогал залечить его раны. Старик проводил много времени с волчонком, играя с ним и даря ему любовь и заботу. Первый день волчонок был сильно напуган, но постепенно начал привыкать к старику, а потом вообще носился по домику деда. С каждым днём волчонок становился сильнее и больше. Его раны заживали, а его шерсть становилась блестящей и шелковистой. Он стал всё больше доверять старику, между ними образовалась родственная связь. Тарас не хотел расставаться со своим новым другом. Он очень полюбил его, как собственного ребёнка. Однако старик знал, что волчонок должен вернуться в дикую природу, которой он принадлежит. Тарас понимал, что долгим пребыванием в домашних условиях волчонок потеряет свои инстинкты и не сможет выжить в дикой природе самостоятельно. Поэтому, когда раны волчонка полностью зажили, старик принял решение — отпустить его. Волчонок был готов к этому моменту, он окреп и значительно набрал в весе. Когда наступило время, старик открыл клетку, и волчонок выскочил на свободу. Он пробежал несколько метров вперёд, остановился и посмотрел на старика с благодарностью в глазах. Затем он исчез в глубине леса. Старик улыбался, но по его щеке бежала слеза. С того дня прошло чуть больше трёх лет. Тарас уже не так часто вспоминал об этой истории. Одним летним утром, когда лес был наполнен звуками природы, старик отправился полюбоваться прекрасными видами таинственного леса. Он гулял, слушал пение птиц и наслаждался природой, попутно собирая ветки для банных веников. Вдруг он услышал громкие разговоры в лесу, он очень сильно удивился, ведь за всю жизнь проживания в тайге он не встречал людей в такой глуши. Ему было интересно и в тот же момент страшно. Он не понимал, что это за люди. Через минуту на него вышло пятеро мужчин. Они направились в сторону деда и схватили его. Старик был слаб, и они знали, что он не сможет сопротивляться. Бандиты поставили старика на колени и угрожали ему расправой. Тарас уже предвидел, что его время на земле подошло к концу. «У нас нет времени на игры», — прохрепел один из бандитов, выхватив нож. «Ты нам что-то должен, и мы собираемся забрать это». Старик медленно поднял глаза и посмотрел прямо в глаза своих мучителей. Он знал, что бандиты не уйдут с пустыми руками, но он не мог позволить им узнать о том, что он спрятал в своем доме. Как оказалось, в доме старика находятся драгоценные украшения, которые он получил в наследство от своего прадеда. Неизвестно, как бандиты узнали о них, но было ясно, что без украшений они не оставят старика в покое. Тарас не хотел ничего им отдавать, ведь это была единственная память о его прошлом. Он так долго хранил эти украшения, они стали частью его жизни. Вдруг в тишине леса раздался рев. Незнакомый звук поверх бандитов в шок. Они оглянулись, пытаясь понять, что произошло. Старик тоже не понимал, в чем дело, но он знал, что здесь водятся опасные хищники. Вдруг из кустов выбежал волк. Он скалился на людей и всем своим грозным видом показывал свое превосходство над ними. Волк был мощным и величественным. Его глаза сверкали ярким огнем. Старик сразу узнал его. Это был тот самый волчонок, которого он спас много лет назад. Волк не забыл, как старик спас его. И теперь он решил вернуть долг. Он взглянул на старика, словно спрашивая разрешение, и впервые за много лет старик улыбнулся. Он знал, что зверь не оставит бандитам никаких шансов. Волк рванулся вперед с громким ревом, заставив бандитов отступить. Они были в шоке и не ожидали такого поворота событий. Зверь бросился на одного из бандитов, своими острыми зубами вцепился в его руку, и мужчина закричал от боли. Другие подельники попытались остановить волка, но он был слишком быстрым и ловким. Он прыгал с одного бандита на другого, нанося им смертельные укусы. Грабители кричали и паниковали, не зная, что делать. Им даже не помогли их ножи, которые против разъяренного волка были бессильны. Старик наблюдал за событиями с глубоким чувством благодарности и гордости. Он знал, что его старый друг не подведет его. В скором времени бандиты поняли, что они не в состоянии справиться с волком, и побежали прочь. Волк кинулся за ними, но убивать их не стал, и они спешно покинули лес. Когда все закончилось, волк вернулся к старику и облизал его руки. Старик погладил его по голове и сказал спасибо, старый друг. Ты спас мне жизнь, и теперь мы в расчете. Волк взглянул на старика, словно улыбаясь, и медленно исчез в лесу. Тарас понял, что волк уже не нуждался в его защите. Он нашел свое счастье в дикой природе. Старик остался в лесу, улыбаясь и вспоминая все приключения, которые они пережили вместе. Он был благодарен волку за его защиту и верность. И хотя бандиты покинули лес, старик знал, что он всегда будет под охраной своего давнего друга. Вот такая удивительная история произошла со стариком по имени Тарас. Мы с вами знаем, что волки очень опасные существа, но в редких случаях они помнят добро и способны прийти на помощь. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok